30 сентября глава региона Олег Ковалев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов о присуждении ежегодных именных стипендий губернатора Рязанской области, более 50 студентам вузов и средних специальных образовательных учреждений. Среди получателей стипендии представители практически всех университетов, техникумов и колледжей Рязанского региона. Карина Ларионова, студентка 4-го курса РГУ имени Есенина, уже два года занимается научной деятельностью. Со второго курса занимаюсь филологическими науками, изучаю языкознания и журналистские аспекты в нашей области. Участвовала в конференции «Есенинская весна» именно в научном секторе и исследовала образ Сергея Александровича Есенина в зарубежной прессе, на примерах газет «The New York Times» и других. Роман Уроев – студент третьего курса колледжа электроники. Считает автомеханику и программирование своим призванием. Я автомеханик. Потихоньку чиню машину. Обучаюсь на практике. Я вообще собирался еще на программиста пойти. Ну, как с техникой я дружу. Ну, а автомеханик так для себя. Мне нравится работать с компьютерами. Хочу быть программистом. Губернатор Олег Ковалев, поздравляя собравшихся с достижением отличных результатов в учебе, отметил, что стипендии в первую очередь являются стимулом к дальнейшему совершенствованию полученных знаний, достижению новых успехов в научно-исследовательской и общественной работе. Я уверен, что все вы обязательно найдете применение своим знаниям и способностям именно здесь, в Рязанской области. Потому что при выборе замещения молодыми каких-то должностей, всегда первое, на что обращается внимание, это знание. Уровень знаний. Уровень компетентности. И это очень важно. По словам главы области Олега Ковалева, в регионе многое делается для того, чтобы поддержать молодых специалистов, создать им достойные условия для жизни и работы, помочь стартовать в профессиональной деятельности. Губернатор призвал ребят не останавливаться на достигнутом, учиться, совершенствоваться и обязательно находить свое место в жизни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин